Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня я хочу вам показать, как в Python побороть ошибку Overfall Error, номер 34, Result Too Large. Эта ошибка возникает в Python, когда вы работаете с большими числами. Итак, если вам нравятся такие уроки, вам нравится такой контент, то вы можете поддержать этот проект. Вы можете просто поделиться ссылкой на это видео в ваших социальных сетях. Это будет очень большой поддержкой этому проекту. Также вы можете поддержать этот проект материально. Специально для вас в описании к видео есть ссылка, перейдя по которой вы можете поддержать этот проект на любую сумму. Итак, давайте приступим. Давайте создадим новый проект, для того, чтобы было более проще понять. Запускаем PyCharm, берем New Project, пишем название проекта. Test BigNum. Создадим, конечно, виртуальное окружение, нажимаем Create. У нас с вами создался новый проект и создалось виртуальное окружение в этом проекте. Вот оно оно, VNV. Например, давайте мы с вами возьмем такую программу, которая будет вычислять число пи с заданной точностью. Столько-то цифр после запятой. Выделяем все, удаляем. Вот такую программу мы с вами возьмем. Такая программа позволяет вам вычислить число пи с заданной точностью. Давайте мы с вами запустим эту программу. Смотрите, у нас с вами есть результат вычисления числа пи. И столько-то знаков после запятой. Если мы с вами увеличим количество циклов расчета, то у нас с вами, смотрите, тоже она посчиталась более точно. Если мы с вами еще немножко увеличим количество циклов, то теперь программа выдаст ошибку. Смотрите, overflow error, result too large. То есть она уже не справилась с вычислениями. Теперь давайте я вам покажу, какой модуль установить для того, чтобы можно было работать с большими числами. Итак, мы с вами будем использовать такой модуль decimal. Этот модуль позволяет вам производить такие же вычисления, как обычно делают люди. Так же, как мы с вами учили это в школе. Смотрите, здесь есть классный пример. Давайте пролистаем ниже. Например, заданная точность вычисления 1 делим на 7. 6 знаков после запятой. Получаем такое число. Если точность 28, то мы с вами получаем при делении 1 на 7 вот такое длинное число с такой точностью. Окей, теперь давайте мы с вами, используя этот модуль, перепишем немножко нашу функцию для вычисления числа пи с заданной точностью. Вот это все комментируем. Ctrl слэш. И импортируем этот модуль. Import decimal. Отлично. Теперь мы можем с вами переписать эту функцию. Перед тем, как мы с вами вычислим значение числа пи и перепишем эту функцию, используя модуль decimal, давайте мы с вами определим количество знаков после запятой. Decimal.getContext.prec равняется 100. 100 знаков после запятой. Def pi все так же остается. Двоеточие. Окей, теперь пишем тело функции. Пи равняется, вызываем модуль decimal, точка decimal, с большой буквы, в скобочках 0. То есть в пи теперь находится значение 0. Цикл оставляем тот же самый. For k in range 350, двоеточие, пи, плюс, равняется. И переписываем вот это выражение, нижнее, с учетом вызова вот этой функции. Decimal.decimal. Давайте ее скопируем. И пишем. Так. Скобочки внешние. Теперь четверочка делится в скобочках. Восьмерочка умножается на k плюс 1. Вот так вот. Теперь то же самое мы с вами делаем дальше. Окей, копируем. Минус. Уже будет двоечка. Уже будет двоечка. Делится на восьмерку умножить на k плюс 4. Так. Вычитаем еще раз. Смотрим. Это у нас с вами будет единичка, а здесь пятерочка. Единичка, а здесь пятерочка. Так, проверяем. И плюс 5. А здесь плюс 4 было. Плюс 4, а здесь плюс 5. Окей. Проверяем. Восьмерка. Здесь восьмерка. Окей. 8 плюс 5. Минус 1 делено на так. Так. И еще раз копируем. Так. Проверяем. 1, 8, 6. 1, 8, 6. 1, 8, 5. 1, 8, 5. 2, 8, 4. 2, 8, 4. 4, 8, 1. Окей. Это все делится на 16 в степени. Так. Теперь эта функция должна вернуть нам p. Return p. И, конечно, теперь мы можем с вами ее вызвать и вывести на экран. Print p. Так. Давайте запустим, проверим, что у нас с вами получилось. Вот такое длинное число p у нас с вами получилось. Смотрите, как здорово. То есть теперь мы можем с вами вычислять число p с очень большой точностью. То есть, используя модуль decimal, вы можете вычислять число p с очень большой точностью. Окей. Давайте мы с вами рассмотрим простой пример. Не только вычисление p. А просто выведем на экран с некоторой точностью вычисление каких-то чисел. Давайте зададим другую точность. Например, зададим точность 10 знаков после запятой. И выведем с вами результат деления, например, единички на 3. Ну, это довольно простое как бы вычисление. 1 делим на 3. Давайте запустим, посмотрим. Итак. 3. Еще 3. Еще 3. И единичка. Еще одна. Вот. 10 знаков после запятой. Тем самым вы можете легко определять точность вычисления. То есть, будете делить, например, 2 на 3. Будет вот так вот, с такой точностью. Последнее, видите, округлилась циферка в большую сторону. 2 делим на 7. Так. Получаем такие числа. Если точность будет более большая, 100, например, то мы с вами получим вот такое длинное уже число. Видите, как классно. Использование вот этого модуля decimal позволяет вам вычислять значения с заданной точностью. Смотрите, сколько знаков после запятой мы с вами вычислили. Просто супер, 100 знаков. Очень удобный модуль decimal. То есть, когда вам нужна очень большая точность. Итак, на этом уроке вы научились работать в Python с большими числами. Теперь вы можете легко вычислять большие выражения. Причем, можете вычислять их с заданной точностью. Сколько нужно знаков после запятой. Столько и ставите. Очень здорово получается. Если вам нравятся такие уроки, вам нравится такой контент, подача материала, то вы можете поддержать этот проект. Вы можете поделиться ссылкой на это видео в ваших социальных сетях. А можете поддержать этот проект материально. Специально для вас в описании к видео есть ссылка, перейдя по которой вы можете поддержать этот проект на любую сумму. Всем спасибо за внимание.